Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. 54 человека с двойным гражданством задержала пограничная служба КНБ. В январе сообщили в ведомстве. В основном это граждане России, Турции и Китая. Задержанных передали в органы полиции для дальнейшего разбирательства. Пограничники продолжают работу по выявлению лиц с двойным гражданством на пунктах пропуска. Между тем, сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список кандидатов в депутаты Мажолиса Народной партии Казахстана. В нем 52 человека. Из них 17 человек – женщины, молодежь и люди с инвалидностью. Это 32,7% от общего числа включенных. Таким образом, партийный список Народной партии Казахстана зарегистрирована и теперь партия вправе открыть специальный временный счет для формирования избирательного фонда. Сегодня в политической жизни Народной партии Казахстана происходит очень важное событие. Сегодня Центр избирком зарегистрировал наш список. Столичным водителям могут разрешить ездить по автобусной полосе. Пилотный проект уже запустили на участке дороги по проспекту Аблайхана. Об этом сообщили в Акимате Астаны. Ездить по автобусным линиям разрешается вне часов пик. Передвижение запрещено с 7.30 утра до 9.30 и с 5 вечера до 8.00. Ну а сейчас об эпидемиологической ситуации в стране. За минувшие сутки диагноз коронавирусной инфекцией подтвердился у 93-х человек. На 11 февраля лечения продолжают получать 1670 человек. Из них 6 пациентов в тяжелом состоянии, 4 в состоянии крайней степени тяжести и 1 человек на аппарате ИВЛ. Бураны, снегопады и угроза схода лавин на востоке Казахстана мешают нормальному движению транспорта. Поэтому задача дорожников максимально обеспечить проезд машинам. Как справляются они со своими обязанностями, проверили специалисты Национального центра качества дорожных активов. Вместе с ними в рейд отправились и мои коллеги. Подробности у Анели Синбердиной. Эту зиму дорожники Восточного Казахстана запомнят надолго. С первых дней января метели, заносы на трассах, эвакуация застрявших. Круглосуточная работа, чтобы обеспечить проезд. И даже при этом сложно угадать, какой сюрприз подготовит погода. У нас климат резко континентальный. Температура, ветер. Все меняется моментально. Ночью был сильный мороз, а к утру метель. Дорога еще открыта, а уже на ней застряли машины. Срочно отправляемся на помощь. Чтобы добраться на вызов, нужно минимум час. Потом саморасчистка. К тому же рельеф в регионе сложный, горный. Трасса Усть-Каменогорская Алтая одна из самых сложных для дорожников. Буквально минут 10 назад здесь проехала техника, но метель уже навела сугробы на трассе. Но даже при этом ни погода, ни повод для менее тщательной расчистки трасс. Отмечают специалисты Национального центра качества дорожных активов. Наоборот, в такие дни важно усилить работу. Считают они и выезжают в рейды, чтобы проверить, как справляются подрядчики. Оценивают при этом не одномоментные показатели, а смотрят глубину образовавшейся колеи, накаты, ширину дороги. С начала года мы проверяли рельеф-теканской дороги 28 раз в качестве зимнего содержания. При проверке обнаружено 42 дефекта. В основном это сужение проезжей части, снежный накат на проезжей части, неполное очистка мостов, автопавильонов. На исправление недостатков дается до 10 дней. Результат совместной работы – нормальный проезд для автомобилистов. Вчера вот ездил, дорога отличная вообще. На областного центра вообще хорошая дорога. Я не вижу, что где-то так заносы были, переметы. Асфальт чистый прям. В целом же по Казахстану этой зимой ограничения на дорогах вводились 570 раз. Силами казавтажол и снежного плена вызвали на около 3000 машин, в которых находилось более 6000 человек. Анна Лиценбергенович Грибабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. Жители солнечного Ташкента страдают от аномальных морозов. Столичные многоэтажки оказались не способны защитить людей от холодов. Для дополнительного обогрева домов Ташкент должен закупить тысячи тонн базальта. Покрыть строительным материалом потребуется до 75% всех жилых зданий. В теме разбирались коллеги. Эти дома построили в Ташкенте еще в советское время. Сейчас их в стране около 30 тысяч. Аномальные морозы в январе выявили серьезные недостатки этих построек. Самая суровая за последние 80 лет зима в Узбекистане испытывает на прочность не только жильцов, но и отопительные системы. Ведь, несмотря на исправную работу теплосетей, слишком тонкие стены не способны поддерживать комфортную температуру в комнатах. В прошлом месяце было очень холодно. В наших четырех этажах стало просто невыносимо. Батареи горячие, а стены холодные. Хорошо хоть сейчас потеплело. Но, по прогнозам, скоро опять похолодает. Министерство ЖКХ Узбекистана заявило, что корнем проблемы являются строительные нормы советской эпохи. При этом дополнительные работы по утеплению стен не проводились на протяжении многих лет. Резкое падение температуры в январе вынудило правительство принять срочные меры. Так называемые хрущевки уже начали обшивать базальтовыми плитами. В рамках проекта утепления многоэтажек. Эти дома не отвечают сегодняшним требованиям по сфере энергоэффективности. То есть в этих домах, все мы знаем, что особенно панельные дома в зимний период очень холодно. Хотя отопление можно обжечься об радиаторы, но все равно при этом холодно. И также в летний период невыносимо жарко. Хотя целыми днями у нас работает кондиционер. И в этой связи со стороны президента и со стороны правительства было дано поручение изучить этот вопрос. Обеспечить 30 тысяч домов необходимыми материалами задача не из легких. Сейчас власти рассматривают выделение дополнительных средств из госбюджета. При этом объемов производимого базальта в стране хватает лишь для покрытия третьего внутреннего спроса. Поэтому Ташкент рассматривает возможность импорта сырья. Зауреш Думанказа и Рауан Монбаев, Хабар, 24, Ташкент. Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 24 тысячи человек. Более 74 тысяч ранены. По последним данным число погибших на юго-востоке Турции превысило 20 тысяч человек. Почти 80 тысяч получили ранения. Поисково-спасательная работа на месте трагедии продолжается уже больше 100 часов. На данный момент там работают свыше 120 тысяч спасателей. В Сирии к этому часу известно о 3,5 тысячах погибших, тысячи ранены. Землетрясение в Турции разрушило свыше 12 тысяч зданий. Больше миллиона человек размещены во временных убежищах. Тем временем в аэропорту Турции задержали главного архитектора жилого комплекса в провинции Хатай. Дом в буквальном смысле развалился во время землетрясения. Мехмед Яшар Чошкун задержан в новом аэропорту Стамбула при попытке улететь в Черногорию. Запрет на выезд наложила Генеральная прокуратура Стамбула. Ну а сейчас в Чили. Там в трех регионах в Великоминданский час из-за лесных пожаров мера направлена на то, чтобы гарантировать безопасность людей, пострадавших от чрезвычайной ситуации. Огонь уничтожил свыше 340 тысяч гектаров земель. Я напомню, спасатели уже несколько дней пытаются взять под контроль свыше 70 очагов возгорания в Чили. В результате пожаров погибли по меньшей мере 26 человек. Уничтожено свыше тысячи домов. На помощь к местным спасателям прибыли специалисты из Аргентины, Бразилии, Колумбии и Испании. А правительство Молдовы уходит в отставку. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Она не назвала конкретной причиной данного решения, но эксперты считают, что поводом для отставки стала очереда кризисов, через которые проходит страна. По закону сначала пост покинет премьер-министр, а вслед за ней и все правительство. Далее президент Майя Санду проведет консультацию с парламентскими фракциями и предложит новую кандидатуру на должность главы Кабмина. Отмечу, Наталья Гаврилица занимала пост премьера с августа 2021 года. В одном из ресторанов в Хорватии еду готовят роботы. Они способны создать больше 70 различных блюд. Участие человека требуется лишь при загрузке устройств свежими ингредиентами. Нужное количество масла и приправ роботы определяют самостоятельно с помощью цифровых рецептов, составленных заранее. Устройство способно готовить 4 блюда за 15 минут. По словам владельцев ресторана, на воплощение идеи с роботами на кухне им потребовалось 7 лет. В Астане открылся 10-й чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. В церемонии открытия участвовал премьер-министр страны Алихан Смаилов. Он зачитал приветственное письмо президента Касамжумарта Токаева. В нем глава государства пожелал успехов спортсменам, отметив их весомый вклад в процветание республики. Цитирую, казахстанские спортсмены успешно выступают и отстаивают честь страны на крупнейших мировых состязаниях. Они служат примером для подрастающего поколения и вдохновляют молодежь на яркие победы, отмечается в приветствии президента. В свою очередь Алихан Смаилов пожелал всем спортсменам успешных выступлений о национальной сборной Казахстана победы на чемпионате. Также он поблагодарил президента Азиатской ассоциации легкой атлетики Джахлану Аль-Хамаду за помощь в организации и проведении соревнований. Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях проводится впервые на территории стран СНГ. В нем участвуют более 500 спортсменов из 31 страны. Среди них разыграют 26 комплектов медалей по нескольким дисциплинам. Это эстафетный бег, прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок, прыжок в шестом, толкание ядра и многоборье. В составе национальной сборной Казахстана 69 атлетов. Отмечу, чемпионат продлится до 12 февраля. Известная на весь мир Мария Мудряк дала мастер-класс у себя на родине в Павлодаре. Оперная певица лично проявила инициативу встретиться с подопечными Павлодарского музыкального колледжа. Земляки остались довольны вниманием мегазвезды и пожелали талантливой певице успехов на творческом поприще. Это первый мастер-класс от Марии Мудряк в Павлодаре. Звезда мировой сцены решила провести его именно на родной земле. Даяна Кобеденова просто в восторге. Третья курсница тоже мечтает добиться успеха в оперном мастерстве. Я постаралась полностью исполнить правильно свое произведение. Как сказала Мария Мудряк, что мне больше надо поработать над текстом, потому что мой итальянский... Ну, еще очень плохо говорю на итальянском, поэтому больше поработать над текстом. А все остальное, я думаю, что все было хорошо. Зал музыкального колледжа наполнился овациями. Павлодарцы, узнав о визите Марии Мудряк, не упустили возможность с ней встретиться. Павлодар хорошо. Я всегда приезжаю, я всегда вижу какие-то изменения, но в этот раз город стал, мне кажется, ярче что ли, или дома, потому что стали более яркими. Он всегда очень чистый, прекрасный. И самое главное, конечно же, люди, потому что прежде всего город – это его душа, это его жители. Участвовать в мастер-классе повезло пятерым юным певцам. С каждым из них Мария Мудряк поработала индивидуально. Достаточно хорошо подготовленные, красивые голоса. Самое главное – их беречь и взрабщивать очень правильно, чтобы в будущем это будут уже оперные певицы. Кто-то пойдет по этой дороге, конечно, кто-то нет. Но я очень надеюсь, что у нас в Павлодаре будут новые имена. Мария, я очень рада, я рада, я рада. Мария сама предложила встретиться со студентами и земляками в стенах нашего колледжа. И для нас это было совсем неожиданно и радостно, что случилась такая возможность нашим детям получить такой мастер-класс. Мария Мудряк добилась ошеломительного успеха на мировой оперной сцене. Она является солисткой главного музыкального коллектива «Астана-Опера». В ближайшее время Мария вернется в Италию, после чего начнутся гастроли по всему миру. И времени чаще приезжать в родной Павлодар будет не так много. Ербула решит Марат Игриков из Павлодара, Хабар, 24. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя. Увидимся обязательно. Редактор субтитров А.Семкин